Помолимся Господи, просим Тебя, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Тебе же возносим славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Христос воскрес! Боисимово! Боисимово! Итак, на прошлом занятии мы закончили разбор Евангелия от Марка и Игнатием Тихоновичем было предложено... Микрофон выключите, пожалуйста. Было предложено провести следующее занятие по разбору ответов и вопросов. Итак, начинаем. Заходим на наш сайт. Я сейчас вам сделаю демонстрацию экрана, чтобы и вам, и зрителям было понятно. Итак, наш сайт во свете Библии, православный библейский сайт, называется он кистине1.народ.ру И вот здесь справа есть колонки. Это 4124 ответа по темам. 55 папок. Ну, мы решили, что будем разбирать... Вот 41 папка «Разбор выступлений». Кликаем сюда и вот здесь, значит... Ну, давайте возьмем разбор ответов на вопросы, заданные отцу Максиму Козлову. Вот я нажимаю и сейчас сделаю такое увеличение. Вот. Это описано в томе 6 книге «Открытым оком» Игнатия Тихоновича Лапкина. И вот вопросы... Значит, вопрос 1668. Шестой том. Прямо одни шестерки. Вот. И такой вот вопрос отцу Максиму задают, ну, прихожане или там, я не знаю кто. В общем, среди... Такой вопрос. Среди современных художников бытует мнение, что творчество греховно по самой своей природе. Так ли это? Вот. Но мы решили так, что не будем пока трогать ответы отца Максима и Игнатия Тихоновича. Вот. И можно спросить мнения здесь присутствующих. Как они мыслят? Вот ответ на сей вопрос. Повторю его еще раз. Среди современных художников бытует мнение, что творчество греховно по самой своей природе. Так ли это? Есть ли желающие ответить на этот вопрос? Нет желающих? Что? Тогда читаем, как на него ответил. Есть, есть. Есть. Пожалуйста. Мне кажется, это ошибочное представление, поскольку человек создан по образу Божьему. И... А Бог, Он творец. То есть, Он проявляет свое творчество. И заложил в человека также творчество. И в раю это творчество также проявлялось. У человека. И... Но... Всякое, то есть, можно творчество, можно и извратить. То есть, направить не в ту степь. И с грехопадением человека, то есть, это в него внесено было. Что Он может применить творчество и... Действительно греховно. Ну и мне кажется, это такое мнение еще почему сложилось. Потому что большинство творческих людей, художников... Они... Они... Так как... Не имели связи с Богом, то есть, не... Не знали Слово Божие, они были христианами. Поэтому они черпали свое творчество из... То есть, духовных сил, ну, потусторонних сил. И, соответственно... Они, как правило, там где-то часто... Либо блудники какие-нибудь были, или еще что-то с ними было. Подобное. Но не со всеми, конечно. Но... Из-за этого считать, что творчество это греховно, это ошибочно. Поскольку сам Бог заложил в человеке творчество. Так. Ответ понятен. Благодарю. Но вот здесь вот... В вопросе именно... Сказано среди современных художников. Ну, а мы знаем, что чем современнее общество, тем дальше оно от Бога. О чем в Писании говорит. В последние времена вам во многих охладеет любовь по причине усиления беззакония. Вот. От себя добавлю. Ну, коли здесь вопрос о художниках. Я был на... Выставке картин. Меня поразила очень... Страшная картина. В Барнауле это было. Изображение Иисуса Христа сзади... Прости Господи, но... Он был без одежды. Вот мне такое творчество... Ну, не... Ну, вот... Оно греховно по своей... Ну, оно не греховно по своей природе. Ну, вот правильно Вячеслав заметил, что... Творчество сатаны. Вот Игорь Игарин. Ну, и правильно мы замечаем, что есть... Иконы, глядя на которых... Ну, вот... Иногда хочется плакать. Не потому, что вот они так красиво изображены. Потому что, опять же, ты знаешь, что это за человек. Изображенный на этой иконе. И какие дары ему Бог дал. Вот. По мне тоже это было. Я, когда заболел смертной болезнью... И взглянул на икону целителя Пантелеимона. Перед этим я прочитал его житие. Уверовал, что он... Может исцелять болезни, которые не могут исцелять врачи. Даже после своей смерти... Я стал плакать, глядя на эту икону. И молиться ему об исцелении себя. У меня была злокачественная опухоль. Вот. Я исцелился не благодаря иконе, опять же. Не благодаря творчеству, а благодаря... Ну, вере. Вот. Но икона это вот... Ну, мы православные. И вот эта вот... Проповедь в иконах, она тоже... Имеет место быть. Так, пожалуйста. Можно сказать? Да, пожалуйста. Я думаю, у каждого человека есть свой мир внутри себя, внутри своей души, да? И чем больше человека с каждым грехами... Ну, как поврежденность его совести, то он изображает на иконах. То есть на своих изображениях, картинах. Если у него поврежденный ум, да, каким-либо грехом, то он это же будет свое повреждение изображать на картинах. И это очень заметно, особенно у современных сейчас вписаниях. Современное творчество, которое сейчас есть, особенно в Европе, оно видно, как оно искажено. Там, если посмотришь, один бух на картине нарисова. Ну, вот так я думаю. Ну, вот что касается икон, тоже Игнать Тихонович подметил. Самарянка у колодца, и из колодца краник на иконах изображен. Ну, и ясно, что человек не читал писание. Подчерпнуть было нечем написано. То есть черпали из этого колодца. Он был глубокий. Какой краник-то? Одна кого-то рисует, то творчество. Лживое творчество-то получается. Неправдоподобное. Так, Наталья, благодарим. Еще, может быть, кто-то на этот вопрос... Ну, можно искать металложью, проповедовать, и можно искать металложью, изображать и иконы, также и рисовать. Вот. Значит, возвращаемся к вопросу. Значит, среди современных художников бытует мнение, что творчество греховно по самой своей природе. Ну, выясняем, что творчество по самой своей природе не греховно, ибо человек сотворен по образу и подобию Божию. Ему свойственно творить, так же, как и писать иконы. Брат Игорь Дубунов объявился. Сейчас я его подключу. Брат Игорь Дубунов Значит, выяснили, что творчество бывает и греховно, и не греховно. То есть, само творчество по природе, оно не греховно. Потому что творить человек может, ибо сотворен по образу и подобию Творца. Но вопрос вот задается священнику. И если больше ни у кого нет ответов на сей вопрос, давайте узнаем, что же отвечает вот этот вот батюшка, Отец Козлов. Максим его зовут. Значит, что он отвечает? Ответ. Думается, у нас нет никаких оснований делать заключение об изначальной поврежденности творчества грехом. Такая уверенность возникает, потому что мы видим преимущественно произведения искусства, которые грехом изрядно загажены или искажены. Грехом. То есть, до грехопадения, ну, вот в раю творили, кусты там подрезали, там сады разводили, ну, что там. Опять брат Игорь говорит, готов, я же его подключил. Спасибо. Сегодня, то есть, вот, раз современности касается вопрос, действительно мало что осталось непричастным к работе врага рода человеческого. Но, тем не менее, мы знаем, что нет ничего дурного по своей природе. Ну, что тут можно возразить, что... Для чистого все чисто, для нечистого все нечисто. Есть вещи, дурные, лишь по своему употреблению. Ну, не поспоришь. Хотя, конечно же, почти перед каждым творческим человеком предстает особый соблазн осознать себя неким самостоятельным творцом, как бы в ней, помимо того единственного творца, которым является создатель мира. И вот здесь мне вспоминается песня Светланы Копыловой «Кисточка в Божьих руках». «Осознать и тем самым противопоставить себя Богу или миру, Богом созданному». Вот об этом в этой песне говорится, что художник рисовал, и вот все у него картины покупались, но потом он возомнил себя вот таким Богом, и дар был отнят. И, безусловно, такая опасность для любого художника существует. То есть множество произведений искусства, и не только специально церковного, в которых этот соблазн преодолен. Если обратиться к той же русской гражданской словесности предыдущих веков, то существует немало примеров от Ломоносова до Шмелева, на основании которых, естественно, заключить, что может быть и смиренное творчество, дающее дивные плоды искусства. Козлов, настоятель храма, Татьяне при МГУ. Ну, вот последнее, конечно, спрашивали о художниках, тут он литераторов затронул, и почему-то вот Ломоносова приводит, в примеры Шмелева. Вот. Ну и давайте зачитаем ответ Игнатия Тихоновича Лапкина на сей вопрос. Давайте я его еще раз повторю. Среди современных художников бытует мнение, что творчество греховно по самой своей природе. Литература это тоже творчество. Творчество это, в отличие от изготовления каких-то там, оно индивидуальное, то есть у книги автор, у картины автор, вот, а у какой-то машины, которые производят на автовазе, автора нет, там завод. Там просто вот, это никакое не искусство и не творчество, так скажем. Тоже нужно это понимать. Итак, Игнатий Тихонович Лапкин отвечает на вопрос, но во свете, конечно, ответа от отца Максима. Какие уж такие дивные плоды искусства нашел батюшка Козлов от Ломоносова и до Шмелева, и у кого именно он не говорит. Прямо по священному писанию никто в русской литературе и в ином художестве не говорил и не говорит, а пишут из реализма, как Достоевский, Лесков, Гоголь, Пушкин, Некрасов. Не могут же сказать священники, что все они и другие, как Крылов, Языков, Бальмонт, Фрук, Яхонтов, Вяземский, Грибоедов, были неправославные. Но все они за сотни лет ни одного настоящего героя так и не смогли ввести в литературиц, которого можно было бы писать жизнь, подражать во всем ему, как апостолу Павлу. 1 Коринфянам 4.16 «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». И 1 Коринфянам 11.1 «Будьте подражателями мне, как я Христу». И филиппийцам 3.17 «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Почему же так получилось? Не потому ли, что ушли далеко-далеко от апостольской простоты и чистоты, и все потопили в том, что приняли из Византии при Владимире неравноапостольном, богослужения и храмы, исповедь и причастие. И снова опять то же самое, и опять за то же самое, исповедь и причастие, исповедь и причастие. И крестить, 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 хотя бы и самым извращенным способом гоняться за жертвами лжекрещения, чтобы изъять их грошики за прикосновение ладонью мокрой к их грешным головам. Все это полезно было бы только тогда, когда души уверуют через проповедь во Христа и будут жить по Евангелию. Вот такой вот ответ дает Игнать Иханович на вопрос. Игнать Иханович на вопрос. Значит, у кого какие вот может быть мысли у вас в свете всего этого возникли? Вот, конечно, ну, пожалуйста. Вот разобрали один ответ. Дает священник и вот Игнать Иханович. Игнать Иханович, из любого вопроса он читателя приводит к Евангелию. Вопрос был задан художников, он художников совершенно не берет, а просто вот говорит, если не проповедано Евангелие, то все это пустое, и какие бы ты картины не рисовал, если ты нерожденный свыше, ты, конечно, будешь колодцы рисовать на иконах с краниками. Не поспоришь. Все верно. Идем дальше. Поэтому вопросов нет. Разобрались. Ну, можно? Вопрос можно задать? Да, можно. Ну, вот опять вопрос. Давайте вернемся к самому вопросу. Прочитать еще раз вопрос, да? Да, сам вопрос прочитать, и то, что ты прочитал ответ, ну, как бы немножко сопоставить это. Потому что, или не до конца, или я не понял. Ты, брат, немножко опоздал, мы уже его разобрали, но ради тебя я прочитаю, конечно. Среди современных художников вопрос, бытует мнение, что творчество греховно по самой своей природе. Так ли это? Вот как бы ты ответил на этот вопрос? Ну, я хочу сказать, вот допустим, тот же Иванова, картина, явление Христа народу. Говорили об этом? Нет. Интересно послушать. Чем она греховна? Я не пойму никак. Ну, греховна по самой своей природе. Игнатий Тихонович отвечает, если это не ведет ко Христу, то все греховно. Правильно? Вот картина Иванова, Иванова, я считаю, она не греховна по своей природе. Потому что там человек писал конкретно, хотел показать людям, что вот был Христос, какой он там был, не будем говорить, похож, не похож. Какие вот люди приблизительно были. Люди-то все те же остались. Как они реагируют. Единственное, что, конечно, к этой картине нельзя подходить с мерками, что посмотрел, прошли вот так толпой и все. Обязательно нужно сказать проповедь здесь. Или же, ну, какая-то экскурсия идет, чтобы объяснить, что здесь написано. Греховного-то что здесь, я не могу понять. Тоже Иванов ничего не сказал, нигде он проповедь никакую не сказал, только нарисовал. А Греховного-то что здесь, я не пойму. И другие такие же, сколько там картин писали на заре возрождения там и так далее в Европе? Ну, брат, я среди ответа Игнатия Тихоновича не нашел мысли о том, что если картина достоверна, и оно не ведет, нет проповеди, то она греховная. Игнатий Тихонович где это сказал? Ну, он не сказал это. Просто так принято, что, ну, вот, в храмах ты же был, в московской патриархии, что, ну, проповеди в храмах нет. А раз проповеди нет, то вот это греховно. Но творчество, Игнатий Тихонович, нигде не говорит, что оно греховно. То он подметил тот же колодец с краником. Ну, не по Писанию, он заметил. Ну, греховно это, ну, искажение истины. А почему? В Библии написано, что черпали из колодца, а не вода из него из краника бежала. Да еще там вентиль такой современный нарисовали. Ну, это же мы понимаем, что не современная икона, а икона именно вот относящаяся к тому событию, самарянковым колодцем. Поэтому здесь... Гляди, вот пример какой. Я в Красноярске был в 13-м году, и там большой краевой музей. И там экспозиции постоянно меняются, но одна экспозиция, как заходишь там на второй этаж, когда поднимаешься, две лестницы вот так ведут, и много очень иконы идут. Сплошные иконы. И огромнейшие такие иконы на дереве писаны. Не то, что у нас там бумажки висят. Красивейшие. Какие реставрированы, какие нет. Где там показано, как рубили их большевики и так далее. То есть все это как бы вот показано. И я подошел и смотрю на... И там как бы подписи идут. Смотрю на одной иконе, не та подпись. Я подошел и говорю, это экспозиция, которая там стоит. Я говорю, а у вас что икона-то? Это не о том говорит. Это же не этот святой здесь. Она подождите, побежала, пригласила кого-то там. Они говорят, да мы, нам это какая разница, кто здесь. Все равно никто ничего не спрашивает. Ну, люди подошли, посмотрели экспозицию, прошли. Понимаешь, вот чего не хватает главного-то, не то, что смотреть в творчество человека там греховно, но изначально или не греховно. А нужно смотреть, как подносится, как человек подносит евангельские события. То есть, как он их раскрывает, этот человек, который обладает действительно каким-то талантом остановить внимание людей на том экспонате, который он сделал, или там, из войн. Ну, да, брат, благодарю. Но мне как раз вот и известен случай, когда Игнатий Тихонович проповедовал в Эрмитаже, если я не ошибаюсь. И там даже потом уже вызвали милицию, а из-за скопления народа не могли попробиться-то. Игнатий Тихонович, где это было? Вот как раз там иконы были, или что? Расскажите, пожалуйста, зрителям, что вы имели в виду? Это было в Москве, Перетяковская галерея. Я был не один, один никогда не бывал, минимум шесть человек было. И там есть какая-то одна большая комната до иконы, но она тупиковая. В одни двери заходишь, в те же и надо выходить. Ну, я начал объяснять, а там другие услышали, стали подходить. Картина интереса, написанный сюжет из откровения, от неба отверстия увидел я. Я все поясняю, каждый штрих буквально. Короткое время прошло, комната полностью набилась, друг друга сдавили, и не шевельнуйся так. Но, надо, чтобы двигалось, а движения нет. Воспитательница, которая там, наблюдательница, прибежала, что там стущилась. Ничего, говорит, не стущилась. Там объясняют иконы. А мы, говорит, смотрим, как бараны, ничего не понимаем. А человек понимает. Что же он там это говорит-то? Ну, призвали два милиционера. Они не могут пройти никак. Ну, милиционеры, сильные ребята, молодые, как-то сдавливали людей там и прошли ко мне. Подошли, вы чем занимаетесь тут? Да вот, объясняю, иконы, я говорю. Просят люди погромче, я стал говорить. А их это трогает. Они вокруг меня стали, кажется, еще милиционер пришел. И они стали, как бы, оградкой возле меня и никого ко мне не допускают. А которые люди со мной, то я говорю, это наши люди, мы вместе пришли. Я им объясняю, и объясняю громко, показываю, что на весь зал смотрят. Никому нельзя говорить, но это со мной пришли люди, то выходит, можно. Ну, и они так, а я по кругу шел, по стенам-то их, до дверей, до самого-то. И милиционеры так и подвигались со мной. И когда выходить на улицу, я обернулся, а они за мной еще какое-то время шли, не вернусь ли я. И в этот день мне пришлось проповедовать в соборе Василия Блаженного. Это там вообще еще не было. За мной там гонялись, говорят, он сейчас был здесь, а там эхо такое, вот здесь он был, там внизу смотрите, где, в какой комнате. В один день мне пришлось так много проповедовать, говорить, это было в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, Ленинград бывший. Она объясняет, поднимите врата верхи ваши, и войдет в царь славы. И она объясняет, и говорит, это царь славы, надо на священник, на Пасху, одевается красиво так, ну и вот он заходит, это, царскими вратами, а я стою рядом, говорю, совсем не про то речь идет. Да вы что? Я говорю, да, так она вроде и так преподавали, значит не знают. Это означает, царь славы Христос вышел из преисподней, и восходит на небо вознесение. Он так прославлен, возвышен, что небесные врата не вмещают ее, так автор говорит. А уклоняться, голову наклонить, он не будет делать, потому что он Бог, и поэтому говорит к воротам вверх, поднимите их вверху, перекладину, чтобы он мог войти. Это про который где-то там молодая женщина или девушка понравилась, она говорит, ну тогда дальше объясняйте. Ну что дальше-то? А там где-то пять или шесть групп идет. Храм-то огромный храм. И так и идут они по окружности. Все услышали эти группы отдельными маленькими. Они все в одно место сбились и дальше не идут. Через короткое время набилась полная аудитория. Там продавать билеты, билеты-то продают, обойти-то не могут. Люди с билетом и говорят, мы что ж купили. А она подошла тогда, эта женщина, которая говорила, царские врата-то там красиво. И она говорит, извините, но сказали вам как-то бы людей-то отправить. А я тогда говорю, а сам подвигаюсь, подвигаюсь к краю. И вышел на другую сторону, а народ туда. А эти-то, которые зашли, фактически почти в пустой храм. Народ-то весь вышел. Так это интересно было смотреть. То есть, жажда в народе была, а там еще маятник Фуко. Они его, когда раскачивают, и он как меняется. Видно, что земля разбитая там на полу. Вот так. Такое дело было не один раз. Не один. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, за ответ. Я думаю, закончим. следующий вопрос. Давайте, следующий вопрос. Вопрос 1667. Почему современный человек должен расплачиваться за грех Адама и Евы? Пожалуйста, желающие. Ну, я думаю, почему современный человек должен расплачиваться, так как Иисус Христовой до нас распялся. Значит, для чего Господь послал в небес Сына Твоего единородного? Вопрос это совсем, я думаю, неверующего человека. За нас же Христос распялся. Он взял все грехи мира на себя. Ну, вопрос-то справедливый. Почему Адам с Евой грешили, а я должен расплачиваться? Я-то святой безгрешный, у меня вот ниб на голову и вообще я воцерковленный и крещеный, он может быть это слово фрам хожу исповедовать, причащаюсь, что это я буду за их грехи отвечать. не научить. Ну, вот и верует по Христа, примет Христа и тогда не будет расплачиваться ни за грехи, ни за Адама и ни за Евы. Вот, то есть вопрос о первородном грехе, я так понимаю, который передается по наследству от Адама и Евы. Да, так понимаю. Вот. Какое местописание на память может быть об этом говорит. Это говорит Евангелие от Иоанна, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. верующий не судится, а неверующий уже осужден. Здесь в вопросе о Христе не стоит речь, здесь в вопросе стоит речь о первородном грехе, о грехе Адама и Евы. Вот человек... Мне кажется... надо разделить ответственность за грех и последствия греха. Ответственность за грех Адама и Евы мы не несем за их грех, но последствия греха мы на себе несем. И мы уже в связи с этим последствием согрешаем сами, но мы рождаемся уже нечистое, это как последствия греха, но не ответственность за грех. Потому что ответственность, это она у Адама и Евы за тот грех, она своя персонально. Но так как их было всего два человека-то, а мы-то их дети, и мы как можем родиться чистые от нечистого? То есть они согрешили и стали нечистыми, но мы за это не ответственны. Но последствия этого мы на себе испытываем. Мне кажется, это так разделить надо. Согласен. Кто не согласен, пожалуйста, возражайте. То есть вопрос сам себе немножко некорректен. Ну, хотя, да, вопрос человека неверующего, ему нужно объяснить. И вот Вячеслав, мне кажется, неплохо таки объяснил. Еще, пожалуйста, у кого какие на сей счет мнения? У меня нет. Ну, еще мысль есть одна. По Бога ради, давай. Ну, Господь такой закон сотворил, и говорит, между нами и вами великая пропасть. И ни вы к нам не перейдете, ни мы к вам не перейдем. То есть между адом и раем есть закон, который Господь положил с самого начала. И поэтому, по этому закону согрешивший должен расплачиваться. А так как Адам с Евой, был впереди закон плодитесь и размножайтесь, то есть от них пойдут другие чадо. Тем более, что все это было в раю, а Адам с Евой были изданы из рая. Если бы они не были изданы, там Господь так и говорит, надо быстрее что-то делать, потому что, чтобы он не вкусил от дерева жизни, и не стал бы, как мы, жить вечно. То есть тут такое вот было все, надо все последовательно смотреть. Поэтому без этого, без этого, вернее, с таким законом просто человечеству деваться некуда было. Ну, вот здесь непонятно, вот почему современный человек должен расплачиваться за грех Адама и Евы. Потому что Адам и Ева согрешили, были изданы из рая, а мы их потомки. То есть мы тоже лишены вот этой вот райской благодати. И мы по закону Божьему, хочешь ты этого или не хочешь, мы должны расплачиваться за грех Адама и Евы, потому что мы дети Адама и Евы, пока не стали христианами. А вот христиане, это дети Божьи, они уже не расплачиваются за грех Адама и Евы. За этот грех по вере расплатился Иисус Христос, приняв смерть на кресте. И мы принимаем крещение, значит, да. Еще можно? Да, конечно. Это еще один момент, что почему расплачиваться, ну да, это, конечно, не верующий человек, потому что он не знает Евангелие, вернее, Библии. Господь закон поставил, что согрешающий будет его род наказан до третьего рода написано, а милостивость будет до тысячного рода. То есть, так что тысячный, это значит, да и третий тоже род, это значит, ну, не то, что бесконечно, но в множество раз. Это не значит, что тот, кто грешит, и после него там никто, ну, не будут отвечать дети. Конечно, будут отвечать. Ну, а если он не грешит, праведник, ну, Господь говорит, буду миловать до тысячного рода. А если там в этом роду будут грешники, ну, значит, эти грешники будут дальше до третьего рода наказаны и так далее, то есть, до четвертого, вернее. Так что, закон-то этот есть, вот, по этому закону и живем. Ну, тут вот не совсем понятно, то есть, вот, Адам и Ева согрешили, мы их потомки, мы несем на себе вот это проклятие, наказание, то есть, мы должны ответить. Ну, а если мы и справились, и стали праведниками, покаялись, истинное крещение, мы же уже не отвечаем, я так понимаю, за этот грех в крещении, он намыт, и мы спасаемся от церкви. Но, возмездие за грех смерть, это закон Божий, может, скажи, сказать, да и аминь. Вот, но, если мы верим, что за грех Адама и Евы и за наш грех, ну, сейчас наш грех не рассматриваем, потому что вопрос-то задается, почему современный человек, то есть, сегодня живущий, должен расплачиваться за грех Адама и Евы. Вопрос не ставится, почему современный человек должен расплачиваться за свой грех. Это, с этим человек может быть согласен, даже и неверующий, то есть, по совести. Ну, Адама и Евы, то при чем тут? Брат заметил, что Господь наказывает за грехи родителей до четвертого, там, третьего колена. Вот. И милует тоже. То есть, если отец был грешник, а сын праведник, то сыну за грехи отца не отвечать. Хотя Господь предупреждает отца грешника, как бы, я накажу детей твоих, может быть, ты из-за ребенка своего перестанешь грешить, чтобы он не страдал, не терпел наказания. Еще, мне кажется, надо тоже разделить ответственность за грех на том свете и в жизни. То есть, Господь, допустим, отец согрешил, но, понятное дело, что его сын за грех родителей отвечать не будет на том свете уже. То есть, его сын родился, и он будет отвечать за свои грехи, которые ему на суде не будет предъявлено. Вот твой отец согрешил, ты за это, ты сейчас идешь в ад. Или вот ты за это получаешь такое наказание. Но в самой жизни, конечно, допустим, отец алкаш, это грех, и сын у него, естественно, не отвечает за это грех. Но от того, что он алкаш, он последствия от этого несет, он тоже у него предрасположенность к этому. То есть, он уже идет как под проклятием просто от отца, от этого греха отцовского. Но если он, допустим, не захочет так, и запакается, и не будет, то на него никакой ответственности не будет. То есть, на нем будет, возможно, эпитемия, что будет тяга к алкоголю, но он за это ответственности нести никак не будет. И суд над ним будет совершенно другой, как над отцом. То есть, все-таки, это надо четко разделять. Потому что, ну, никак не может отвечать сын за отца, за, имея в виду на суде именно Божий. Если он не причастник его греха. Я согласен, кто желает в возрасте жить, пожалуйста. Сергей, вот вы говорите, если человек, допустим, он не хочет за грехи Адама и Евы расплачиваться, да, это проклятие. А вот он согласен за свои грехи. Но если он согласен за свои грехи, покаяться, расплачиваться, тогда, да, как он может за них, как он может вообще грешить, если сначала согрешили Адам и Ева, а потом уже вверх уже и к нам перешел. Потому что Давид Саламад же говорит, все согрешили, нет праведного, ни одного. Ну, перешел-то перешел, он с этим согласен. Вопрос-то в чем, что, вот правильно Вячеслав заметил, что сын за грехи отца на суде Божьем ответственности нести не будет. И в описании говорит, каждый получит соответственно тому, что он делал, не отец, живя в теле, доброе или худое, не отец, не мать, не Адам, не Ева, а он делал. И поэтому... А наоборот, а родители на суде Божьем несут ответственность за детей, которых воспитали и которые совершают грехи. Тогда как? Ну, это грех. Тот, кто не печется близним, хуже неверного. Ты же знаешь, что это грех. Есть исключение из правил. Правильно. Например, в моем случае, когда, по сути дела, с помощью государства у меня отняли сына и все, я не могу ничего с ним сделать. Я никак не... ну как, что, пытаешь что-то сделать, но чтобы вот... он рядом со мной не живет там и так далее. Все. И я с Игнатием Тихоновичем разговаривал не раз об этом. Он говорит, ну ты уже все, ты не несешь за него ответственность. Я так его понял. Ну да, за него отвечает мать. Она его воспитывает, она и будет отвечать на суде Божьем за сына, как она его воспитала. То есть она несет грех и ответственность за него. Но это уже мы переходим на Новый Завет. А вопрос-то о Верхом Завете, о первородном грехе, о Верхом Завете. В Новом Завете мы-то имеем Иисуса Христа Искупителя. То есть этому вопросу, задавающему вопросу, нужно еще вот что пояснить. То, что первородный грех... что такое первородный грех, понятие? То есть если... Грехи родителей. Грехи родителей. Ну, человек говорит, я почему... Грехи родителей, Адама и Евы. У нас же у всех отец Адам и мать Евы. Да, да. И вот мы... Грех про родителей мне грех. Грех про родителей по наследству мы получили. Мы рождаемся с грехом уже. И нас вот этого греха освобождает только Христос. Вот в чем проповедит. Ну, как это человеку объяснить, что он родился с грехом, если согрешил не он, а Ева? Почему я за грех Евы должен отвечать и Адаму? Ну, ведь по справедливости же мы сейчас разобрали, не должен. Ну, правильно, вот Вячеслав заметил, последствия греха. Ну, 50-й Псалом говорит же, во грехах родила меня мать моя. В чьих грехах? В грехах матери или... А завид это тысяча лет до Рождества Христова. Ну, что значит во грехах меня родила меня мать моя? Ну, она грешила, но она грешила мать, я родился. Что значит, она может быть незаконно зачата, и что эта фраза означает? Во грехах родила меня мать моя. То есть, я родился грешным. Что значит, я родился грешным? Склонным ко греху природа испорчена. То есть, никак. Я родился не вечным, а тленным. Потому что Адам и Ева согрешили. Это да. Мне предлежит, ты же веришь, который вопрос, что ты умрешь. Сразу, ну, как он не может, потому что все умирают. А раз ты умираешь, то значит, ты уже наказан вот этой смертью, хотя бы временной. Не говоря уже о второй вечной. Ты не можешь, ты нечистый, ты стареешь, потом старости скрипишь, кряхтишь. Это эпитемия, наказание. В поте лица хлеб добываешь. В муках рождает жена. Все это последствия греха наших прабабки и прадеда Адама и Ева. Тут, Сергей, нужно разделить вопрос на ветхий Новый Завет. То, что этот человек, который спрашивает, это вопрос Ветхого Завета. Но мы же живем уже в Новом Завете. У нас есть Христос. Наташенька, это не вопрос Ветхого Завета. Это вопрос, еще раз взгляни на него. Почему современный, то есть современный человек, который живет в Новом Завете, должен расплачиваться за грех Адама и Евы? Почему мы должны расплачиваться за грехи, допустим, которые убили царя Николая? Ну, они убили, я-то тут при чем? Я живу в этой стране, я крещеный православный христианин. Ну, мой дед, может быть, прадед, убивал этих, расстреливал, но я-то тут при чем? А другой, я не знаю, даже если и убивал, ну, объясните мне, в чем мой грех? Я их не благословлял на это убийство. Они для меня много поколений назад были. Я могу болеть за то, что они ответили. Как бы, Бог меня может наказать болезнью, вот как у меня случилось. Сына мои может оказать. Может, да, мои деды там грех такой совершали, сароубийство, помазанника Божия убили. Это грех. Я с этим согласен. И я готов за этот грех тех отвечать, но не на суде Божьем, а вот по жизни, что вот у меня болячки такие, я не знаю, несчастье случаются. Ты еще, вариант, можно так сказать? Да, конечно. Мне кажется, вопрос может быть немного по-другому, может быть, должен звучать. Ну, допустим, человек может быть имел в виду, почему я изгнан из рая, когда я ничего такого не делал. А сделали вот Адам и Ева какие-то там далекие-далекие предки. Мне говорят о том, что они что-то там сотворили. И вот я тоже, я почему изгнан из рая-то, когда я сам вот этого, получается, не нарушал заповеди вот этой, да, не срывал плод, не ел. И, может быть, ответом-то на него будет то, что если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы тоже так же согрешили. Тоже те же самые действия бы сделали, будучи в раю. Да, не нужно так говорить вообще. Не надо там кого-то ставить на какое-то место, есть Адам и Ева, все. Не надо ничего придумывать. Мы докабы во рту грибы. Конкретно, вот почему современный человек должен расплачиваться за грехи Адама и Евы, все, вот вопрос. Этот вопрос правомерен или нет? Правомерен вопрос этот, что ты говоришь еще? А это так люди современные говорят. Вот у нас ходит человек, давно уже ходит, но к окрещению не готовится. Я его спрашиваю, ты столько ходишь, а что ты столько ходишь и ни к окрещению не готовишься, ни вопроса не задаешь, ничего. На занятия не ходишь. Он говорит, ну а чем мне делать? Я вот хожу, молюсь. Я говорю, ну как что, ты не боишься что ли? Страха Божьего нету. А что мне бояться? Я не грешен. А этому человеку уже заканчивает институт медицинский. Уж закончил. Вот он и задает вопрос. Почему? Я же безгрешен. У меня нет ничего таких грехов. С женщинами не пью, не курю, женщинами не гуляю. Что я там, не матерюсь. Ему мало, не жирный. Что еще нужно Богу от меня? Все хорошо. Вот и вопрос отсюда выходит. Почему я должен за этих Адама и Евы страдать? Вроде бы человек что-то и знает, чего-то хочет, а до конца понять не может. Это как тот отец, который говорит, господи, верую, помоги моему не верю. То есть верует или не верует? Давайте вот разбираться теперь. Ну это я так аллегорически говорю. Нет, но вопрос-то, который задает вот этот человек, почему современный человек должен расплачиваться за грех Адама и Евы? Скорее всего он имеет в виду себя. Почему нет? Поэтому я здесь с братом Анатолием и согласен. Ну а что ему за современного человека? Какое ему главное свое? И вот этого ты привел брата, который не грешит. За что ему за всех отвечать? За я главное, а вы там грешные, супергрешные, кайтесь, исповедуйтесь. Он на исповеди-то ни разу не был. Понимаете? У меня жил вот этот тоже брат, сколько он лет ходил уже, пожилой. Я его пинками на исповедь загнал просто. Там тоже меня судили за это, душу его вытряс. И он потом распрямился, ну а потом опять скручился. Ну раз такой, что плотской. Но однако, нужно человеку объяснить, что он несет последствия греха Адама и Евы, что он склонен ко греху, как вот брат Вячеслав. А раз склонен, значит он непременно согрешит. Потому что тот, кто говорит, что он не грешит, он лжет. А другое место писания, кто родился свыше, не грешит. То есть ему не свойственен грех. Но об этом вот братье молодом, которым ты, брат Игорь, упоминаешь, он крещение у нас не принимал, катехизацию не был. То, что он родился свыше и не грешит, но я в это не верю. Потому что я сам крещеный, рожденный свыше, согрешаю, а иду на исповедь. Потому что у меня Адам с Евой прабабки, которые согрешили, я от них родился. И мать моя во грехе меня родила в блуде зачатой до свадьбы. Ну как же я не буду грешить? Ну, стараюсь, но грешен он с есть. Давайте, много рассуждаем, давайте читать ответы. Ну, сначала ответ отца Максима Козлова. «Расплачиваться не должен», он отвечает сразу. То есть, современный человек за грехи Адама и Евы расплачиваться не должен. Ну, с этим мы согласились, как я понял. «За нас уже расплатился Господь наш Иисус Христос». Да и Аминь. Мы в это верим. Кто в это верит, тот не будет на суде Божьем расплачиваться за грех Адама и Евы. И в этом смысле удовлетворение правде Божией, жертва Его, Сына, принесено. Вместе с тем мы действительно связаны друг с другом так, что вина одного человека отзывается в жизни всего мира. Апостол Павел уподоблял церковь человеческому организму. Когда болит палец или сердце, это отзывается во всем теле. Когда страдает хотя бы одна пораженная раком клетка, страдает весь человек. И все мы связаны в единый человеческий род. Ну, вот здесь церковь и род сопоставляют, ну, не согласен я. Господь так устроил, что нельзя махнуть на всех рукой и сказать, я тут один спасаюсь сам по себе, как улитка в ракушке. А что с другими происходит, мне дела нет. А вот такой свободы не замечаешь окружающих. Живших до нас или живущих сейчас нам не дано. Наверное, это кому-то не нравится. Но ведь не будь тех самых семи праведников, ради которых Господь терпит всех остальных, не будь молитв святых и их помощи, что было бы с нами? Не совершился ли бы тогда на нас Божий суд, по слову, сказанному Ефремом Сирином, не называй Бога справедливым, потому что если бы Он был таким, ты бы уже давно был в аду. Действительно, к Богу неприложимы сами понятия человеческой справедливости. Мы скорее ощущаем на себе Его милость, а не наказание. Ну и давайте сразу прочтем ответ Игнатия Тихоновича. А этот вопрос во свете ответа от отца Максима. Игнатий Тихонович Лапкин. Откуда взяли эту фразу, что ради семи праведников Бог не будет карать Бога отступников, пока неведомо. Порог Иезекииле 14.14 И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Обсуждали это? Да и аминь. Иезекииля 14.20 То Ной, Даниил и Иов среди нее живу я, говорит Господь Бог. Не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, они спасли бы только свои души. Как и фразу Серафиму, приписывая моему, что стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Пока еще нигде не исполнились ни разу эти изречения. Ни то, ни другое не подтвердилось на практике. Но привыкли по шпаргалкам жить, друг у друга воровать, лживые мысли, слова друг у друга списывать, эмуссируют их, а люди в этом видят мудрость человека в рясе и слушают, раскрыв рот. А нужно проверить, подтверждается ли это Словом Божиим, и тогда только открыть слух к этим словам. Пророк Иеремия 23.30. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». То есть Господь восстает на пророков, на вот этих священников, которые не по служу Божию говорят, сами от себя придумывают, что Бог не наказывает, если за них будут молиться праведники. Это неверно. Но хотя бы в ответе отца Максима я этого не увидел, что он так думает. Римлянам 14.12. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Дай аминь». Притча 11.21. «Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется». Вот тоже вот семя праведных спасется. А если в семя негрешника кажется? То есть если ты от праведника родился, то есть нету у тебя стопроцентной уверенности, что ты спасешься. вероятность, конечно, пример, вот в нашей деревне Потеряевка, да и Барнаульская община. Родители верующие, дети неверующие. Пока вот семя ну не видно, что вот верят искренне. Однако же вот притчи, вот говорится, семя же праведных спасется. Но надо понимать, что порочный не останется ненаказанным. То есть его Бог накажет. А праведников то он не накажется, и детей праведников они тоже имеются ввиду праведники. Он их не наказывает, что их наказывают, они праведные живут. Сколько сегодня порочных, лжецов, воров, желающих стать богатыми, сколько лжецвидетелей, и Бог обещает их всех обязательно наказать. А маститые обманщики в рясах обольщают народ, что вот бы только залучить нескольких из них в монастыри, и они будут там праведниками, и ради этих-то в кавычках праведников и спасутся вот эти кровопицы и жулики. Батюшки проповедуют очевидную чушь и несусветную тяжелую неправду, и напрямую клевещут на Бога и представляют Бога обманщиком, ибо не верят его непреложному слову. 1 Иоанна 5.10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Но этим-то в грех нельзя ставить, они же не подсудные, Бог их спасает ради монастырских братьев, молящихся за них день и ночь. И забыли картины страшного суда, где первые в ад волокутся на дьявольских цепях именно епископы и священники. Притча 16.5 Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем, можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Притча 17.5 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным, а милосердый помилован будет. Притча 19.5 9 Лжец свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется, погибнет. Притча 28.20 Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Римея 25.29 Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваул. Иеремия 49.12 Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Бог обещал Аврааму не погубить город. Это вот в книге Бытие 18.32 читаем. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть найдется там десять? Он сказал, не истреблю ради десяти. Это мы узнаем, что Бог милостив и праведников не истребляет. 1 Иоанна 5.15 А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чему бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от него. Что мы просим в молитвах? Ну, чтобы Господь продлил жизнь вот этих вот грешников, чтобы они успели до смерти своей прийти к покаянию. И Бог не желает смерти грешника. И мы за Путина молимся, чтобы не было на него внезапного покушения, чтобы примирился он с Богом. Он наш президент. Почему? Ну, да, он там и вором его называют, и все, все, и Бог долготерпелив и много милостив, и многие священников пришли к вере, президент может покаяться, да, и аминь. 1 Иоанна 5, 16 Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. не к смерти, это значит, что он осознает, что это грех, борется с этим грехом, исповедует его, ну, и желает от него избавиться. Если он до смерти избавится, то это Бог ему простит этот грех. есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился, то есть толкование такое, что грех к смерти это такой грех, в котором человек кается, не собирается, то есть он его за грех не считает. можно вопрос по этому месту? Слышно меня, Да, слышно. Ну, вот смотри, хорошо, вот у меня ситуация. Жена предуподействует и она считает, что она законно, я не знаю, венчалась она, нет, но то, что гражданский брак, она вступила, гражданский брат Хамилию взяла при Любодея, это точно. Так вот, она, ну, она смертная, реально, в смертном греке пребывает и вообще считает, что она не в греке. Как за нее молиться или нет? Или это, или лучше не молиться, я так понимаю, из этих слов вопрос. Молиться, ну, она, может быть, сегодня не считает, понимаешь, есть такое местописание, когда муж и жена были неверующие, потом одна сторона уверовала. Уверовала, и Господь говорит, ты не расторгай брак, потому что дети ваши будут святы, если ты сохранишь этот брак. И дальше неверующая сторона освещается стороной верующей. И откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа неверующего? но это если в браке, понимаешь, как бы, и он, и он неверующий, он не верит, а неверие, это больше грех, чем прелюбодеяние. Она называет себя верующей, сотворил такой грех, это, конечно, страшно и ужасно. Вот, но Писание говорит, что освещается мужем верующим. И этот неверующий может покаяться в своем неверии. Может. Но молиться, не молиться, тут вот, не говорю, чтобы он молился, тоже вот, тут я не знаю, сотрудняюсь ответить. Покаяться она или не покаяться, нам это неизвестно. Оставить такой момент, но я понял, Сергей, смотри, вот Игнатий Тихонович останавливает, Валерия говорит, пускай он перестанет, сутармин, пускай он перестанет кричать о том, что епископы прелюбодейную ересь распространяют, священники, и все, вся православная русская церковь московского патриархата в этом погрязло. Так если их не останавливать, и если вот это учение, оно укоренится и дальше будет продолжаться, то все прелюбодеи будут читать себя в законных браках, там, все остальное прочее. Что тогда наступит? То есть они правда вообще за всю свою жизнь не узнают, доходит так? Они, брат, знают эту правду. Ты им возвестил, сказал. Ты же не сказал, что она прелюбодейка, она не приняла, она не поверила тебе. Греха на тебе нету. Ты ее хотел остановить? Хотел. Она не остановилась, не остановилась. Все успокойся. в том, что если Супер Мин сейчас замолчит, то вообще, кто тогда будет обличать их? Ну вот, я в частности сейчас... Он их уже обличил. Они его послали куда подальше. Что толку их дальше обличать? Нам сейчас говорится... Чтобы это знали другие люди, потому что другие люди-то, они в заблуждении находятся. А другие люди посмотрят ролик, кому надо, то они уже выставлены, стоят. А чего их хлепать-то каждый день? Сережа, Сережа, дай мне немножко пояснить. Даю. Извините, я тут в торце. Ну, интересный вопрос. В первую очередь нужно смотреть на человека. Он веровал искренне во Христа или нет? То есть, было ли истинное крещение? Человек поверили во Христа, крестился? То есть, все, как должно он вошел в церковь или нет? Если этого не было, тогда человек полностью неверующий. И, конечно, о нем нужно молиться при любом раскладе. А если человек стал предателем Христа, искренне веровал и ушел, вот как вот из нашей общины очень многие ушли, я вот не молюсь за них. Они были настоящими верующими, и они ну, просто подло поступили и ушли. Не ушли, а убежали даже. А здесь, если она неверующая была и некрещеная, и искренной веры не было, о чем так говорить-то? Молиться в полный рост нужно. Молиться и молиться. Но молиться как? Опять, ты говоришь слово молиться, я понимаю, в церкви свечку ставить за здравие или нет? Я не об этом говорю. Я говорю о молитве твоей домашней. Или там в церкви стоишь и в уме своем молиться. Вот у нас, допустим, подается батюшки записки, подают не только за здравие и за упокой, но и за обращение всех знакомых наших, всех близких наших, кто близок к нашему сердцу. Мы записываем и подаем батюшке. И таких записок большинство. Ну, есть и за упокой, есть и за здравие, да, но большинство за обращение человека к Богу. Это мы прям подаем батюшке. И батюшка принимает записки. Какую еще батюшка такие записки принимает? Вот если бы ты мог где-то священнику дать такую записку в храме, чтобы он помолился вместе с тобой и другие бы пошли по этому пути. Объяснить ему, почему так все идет. Оглашенные изыдите, чтобы они исполнили. Крещение проекратным погружением. Занятие в 535 часов. По изучению Слова Божьего. Полностью Ветхого и Нового Завета. Вот тогда бы все на место и встало. И не было бы у тебя этих вопросов. Ну, все, пояснение я закончил. Угу. Так, дальше дочитаем. Да, если бы твоя жена обратилась искренне ко Христу, молись за это в ее обращении. Почему же нет? Я за свою жену молюсь, Господи, обрати ее, потому что если она не обратится, верованию не будет, а по ее не верю, мой сын страдает, наш общий сын. Я там про него поясни тогда, Еще раз поясни. Есть грех к смерти, не о том, говорю, чтобы он молился. Вот мне пример приведи из жизни. Ну, я тебе говорил, человек, который в этом грехе не кается, да, вот как в случае с твоей женой. Она не кается в грехе прелюбодеяния, потому что она неверующая, может быть. Она за тебя замуж вышла, ну, до свадьбы у вас было все это. Но она причащается, ходит там. Да это ее, ну, понимаешь, но это будут, ну, прочищают, да, за нее молятся. Ну, такая вот у нас церковь обмерщенная из неверующих людей, мамона в церкви. Я хочу сказать, Виталий, что я тебя-то сильно верующим не считаю. Что там о твоей жене говорить? Ты такие вопросы задаешь, и так ведешься, иной раз посмотришь, верующий, неверующий, непонятно. Ты бы лучше проповедовал, ходил, и не занимался этой ерундитикой. Молиться, не молиться. Молись за всех. Ты пока не дошел до того состояния. так вы мне поясните вот это место, вы мне примеры жизни приведите. Вот ты, Игорь, что ты кричишь? Веди примеры жизни. Я конкретно по этому месту. О ком мне нужно молиться, брат Игорь Добылов? Не о том, говоришь? Есть люди, которые согрешили от предателей. И вот за таких людей молиться уже не надо. Но Господь говорит, проклят, кто удерживает меч Господень от крови. Проклят такой человек, а ты вот хочешь за него помолиться, а он проклят. Поэтому есть в церкви молитвы о ретиках. Прям натурально. И там Лев Толстой упоминается, там и мусульмане, и кого только нету. А патриарх у нас выходит с мусульманами и говорит, ваша вера такая же, как наша, ваш Бог такой же, как наш Бог. Ну, немножко не так веруем. Вот отсюда все идет. Вот он, грех смерти-то. Дух, вот мусульманин, как о них молиться? Надо молиться, не надо. Вот тут надо думать как. А о своей жене молись обязательно. Чего ты такие вопросы задаешь? Молись, молись на обращение. чтобы Бог ей дал даже свыше, чтобы она стала истинной христианкой. Вот и об этом надо молиться, чтобы обратилась она. Это все ясно. Я услышал. Ну, вот сейчас Игорь Бибунов сказал о патриархе Кириле, что он там, и что выходит за него, если он к смерти согрешает, что за него, а мы за него молимся постоянно. Виталий. Странно. Странно. что он-то согрешает к смерти? Кто сказал? Ты что? Ну, я так тебя понял. Ты говоришь, что он сейчас с мусульманами и кшается, все такое. Им Бога называют нашим Богом. Единый Бог у нас. Хулить Духа Святого так выходит? Ну, я думаю, может быть, и так есть. Ну, однако же ты за него молишься на молитву. А апостол Павел говорит... Молюсь, чтобы Господь его обратил. Да, я молюсь, чтобы Господь обратил его. Потому что он некрещеный и в истинной вере никогда он не был. А то, что он воришь там в церкви, или не в церкви, а в лжеобразовании, это другой разговор совсем. То есть, если, то есть, пример такой, то есть, человек был, верующим, христианином, предал церковь, стал ее хулить. Ну, Ну, вот, пример, вот, ты говоришь, я о них не молюсь, вот, всем известный А.Д. Прелюбодей, не буду имя называть, в Потеряевке изменил жене, в этом, кается, не знаю, покаялся, в этом грехе не покаялся, ну, во всяком случае. Я не молюсь за него, я за него не молюсь. Вот. А за отступников Игнатий Тихонович молится. Значит, что он нарушает, и молишься, у нас разногласия по этому поводу, поэтому вопросы такие возникают. Поэтому разбираем. Давайте дальше дочитаем тогда. Можно сказать, тут, мне кажется, толкуем просто, может, неправильно. То есть, здесь, наверное, речи о нераскаре, смыслу нету молиться, то есть, любой грех к смерти, который нераскаянный. И то есть, ты о нем молишься, но если он не раскается, то смысла нет. Но молиться о том, чтобы раскаялся, это никто не запрещал. А есть грех не к смерти. То есть, тогда, видимо, есть какие-то грехи, то есть, человек, который забытый, но даже, если человек не раскается, то, в принципе, о нем можно молиться, и спасется он. Может, так это делать? Ну, значит, как вот, что имел в виду, когда говорил, что есть грех к смерти, не о том, говорю, чтобы он молился. То есть, ну, о бесполезности. Ну, он уже Духа Святого похудел. бесполезно, да. То есть, если он не покается, то бесполезно молился. Хоть как бы ты за него не молился, все равно он стоит на своем, он богохульный, похудел Духа Святого, и Господь говорит, не проститься ни в этом свете, ни в будущем. Не проститься. А что ж ты молишься, если не проститься? Значит, ты не веришь в это. Которые похулили Духа Святого, а вот которые похулили Духа Святого, и которые еще не похулили Святого, как отличить? Которые похулили Духа Святого, он уже не может в этом грехе распылить, ну, не дано ему, глухотнее покаяние. И когда он говорит, ты собираешься в этом грехе каяться? А что тут такое? Сережа, нам не открыта душа человека Мы не можем даже знать Просто это по нашему ощущению и все А какое наше ощущение? У нас сердца праведные, как у Бога, что ли? Поэтому мы часто не понимаем Смерти там у человека или не к смерти Кто-то молится за одних Кто-то за других не молится Кому как на сердце легло Кто-то действительно может этим грешить Может быть я грешу, что не молюсь за этого Адема Хорошо Давайте дальше начнем По поводу патриарха Мы за него молимся как за начальствующих Он может быть там еще согрешает Это в чем-то во многих вещах неправ Но мы за него именно как за начальствующих В этом плане Никак не разбираем Но то же самое может быть и там За начальствующих у нас на работе То есть мы не молимся об прощении Его нераскаянных грехов Молимся, да? Как вот он наш начальник И все Замечание принято Благодарю Авраам говорит о пятидесяти праведниках И им там же А их там нет даже пяти То есть Авраам просит Бога Помните эту историю Помиловать город Содом И по дороге еще одна отстанет То есть жена Лотова Вспоминайте Не дойдет до спасительной пещеры И этим откроет свободу Поползновения ко греху Отца к дочерям своим Выходит что праведника Ни одного там и не было Бог может отложить приговор Как на дне Невии Но все равно исполнит его Город помилует для покаяния А не для продолжения Такого же греха За который последовал приговор Господь отказывает наказание Только для того Чтобы народ покаялся И не ведь они покаялись Покаялись Ну а дальше то что Книга Тавит 14 Глава 4-15 стихи Отправься в Медию сын мой Ибо я уверен Что не Невия будет разорена Как говорил пророк Иона А в Медии будет спокойнее До времени Но прежде нежели умер Он слышал о погибели Неневии Которую пленил Науходоносор и Асур И возрадовался Перед смертью А Неневии Так что Неневия покаялась А Господь все равно ее уничтожил Так выходит Значит Бог Карающий Асуир было написано Не Асур А Асуир Асуир Да Вот и поясни нам Брат Игорь Что это такое То есть Неневия покаялась Мы знаем что они пеплом себя посыпали Однако Господь просто отложил приговор Раз он подписан Тут больше меня поразило То Какое пророчество Человек сделал То есть Господь открыл ему заранее Представляешь Если бы все были пророками Как бы легко жилось Ты бы точно знал Что делать И так далее Вот Сильное Надо Где молиться Как праведность получить Вот О чем думать надо И тогда Господь даст каждому пророчеству И все будут понимать книгу Откровения Они будут как у нас В свое время было На одном месте толпились Тут плоская земля То еще что-нибудь Да То есть в книге Откровения сказано Москва будет сожжена О Прочитал я из Москвы перебрался На Санкт-Петербург Все Я теперь не сгорю Я теперь спасусь Ну это же не так Надо же жизнь свою поменять А не А не временную жизнь Спасать Душу спасать Сергей можно еще сказать Да Можно У Бога есть предопределение Да Если Господь так решил Что будет суд И Москва пусть сожжена Значит она будет сожжена То есть определение Божие Предопределение Божие Для возмездия греха Но если Оно уже назначено У Бога То оно совершится Но если Даже если и покаяться Оно на какое-то время Отодвинется Да А потом все равно То есть как и Неви Бог все равно уничтожен Да Она же Москва Огорела то уже и не раз Господь Показывал И не раз землю Сравняли тоже Россия Понятно Разговор то идет Что мы находимся Мы первые Мы первые Кажется Господь Нам это воспользуется И этот кончик Обычно обламывается Самое Хрупкое место Вот нужно думать о том Не как остановить Меч Господень От крови А как страх Божий В своем сердце держать И еще людям Другим Показать его Вот и самое сложное Можно в Москве Сгореть На душу спасти Если О душе На том то и дело Что Причем тут одна Москва Все пострадают Духовно Вот в чем дело Недаром Игнатий Тихонович Когда еще сказал Эту мысль Давно еще В начале 90-х Там в середине Он сказал А скорее всего Рукополагать то Будут Антихриста Наверное Православные Епископы Патриархи Вот где Вдробно то надо Так Дочитаю Ответ Блюдо с головой Иоанна Горы Иудеи Тяжкий Зной О как Часто Это Из тумана Медленно Выходит Придо мной И звучат Запястья Ноет Рана Сердце Разорвется От тоски И глаза Пылают Иоанна Ослепительны И глубоки Василенко 1981 год Как понять Звучат Запястья Браслеты Звучат То Василенко Надо спрашивать Не знаю Что он имел Ввиду Здесь Скорее всего Браслеты Но если там Когда Иоанна Обесплажите Вот это Иродиат Она Слесала Руками Да Запястья Я тоже Про это Подумал Там Идет Реже А там Да Скорее всего Так и есть Так Ну давайте У нас еще Семь минут То есть Вопросы Игнать Тихонович Вы уже Отвечали На этот вопрос Относительно Греха К смерти И не к смерти Правильно Мы рассудили Что Вот у Виталия Вот такое За жену Молиться Или не Молиться Он до сих пор Бедный Бедолага Не знает Об обращении Молиться А обращении Ее греха Наверное Не молиться То есть Разное Пожалуйста Вам слово Молиться Смотря о чем Вы теперь Говорите Все правильно Одно Дело О прощении Другое Дело О помиле Продление Времени Чтобы для Покаяния Бог дал Время Нужно Для Покаяния Поэтому Святые Часто Рассуждали Сколько Времени Надо Покаяться Одни Говорили Трех Суток Достаточно А другие Брали Намного Меньше Смерть Приступает Внезапно И он Подпонял Видимо Схватки Начали Иска Чей Он Упал Перед ногами Один Своего Ава И говорит Ава Ували Господа Мне Минуты Дать На покаяние Он Говорит Сын Мой Сколько Этих Минут Было Я Все Говорил Заботься Заботься И все Никогда Некуда Не хотел А вот Теперь Дай Одну Минуту А сколько На пустоте Вот это Споры Какие Это Пустяшные Разговоры Кого-то Победить Надо Ничего Этого Не надо Когда Умер Нет Самые Лучшие Ораторы Умирают Самые Богатые Люди Оставляли Все Здесь Как раз Об этом Разговор И идет Что Драгоценно Нево Что Нево Другое Поколение Народилось Те же Самые Дела Пошли Теперь Господь Не Предупреждает Я Летом Пошел В больницу Настя Дропот Была Там Она Говорит Десять Лет Назад Я Говорит Так же Лежала В больнице Так же Так же Исход Был Как говорят Летальный Я Просил Господу Дать мне Десять Лет Чтобы Детей Поднять Четверо Ребятишек Два Зачищки Две Девчонки И Господь Говорит Друг Меня Отсулил Непонятно Почему И как А Сейчас Я лежу В больнице Ровно Десять лет Прошло Я Говорит Ты не Хотела бы Еще Помолиться Она Нет 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 Это Так Не Делается То есть Она Осознала Это Все Я Просила И на Этом Дальше Николая Благословен Господь Рассуждения Были Хорошие Помнить Надо Что Максим Козлок Он Не на Простом Храме А Московский Государственный Университет В котором Ущатся Фактически Студенты Из Всех Народов От Кого Только Там Нет Мне Интересно У него Там Святой Мощница Татьяна И Наши Там Икону С ее Мощами Икона На цепочке Привязанная И Однажды Смотрят Иконы Нету И цепочки Нету Они Там К настоятелю Он подошел Он смотрел Нету По сегодняшний День Нету Вместе Цепочки Кто-то Утащил Как Этот Мой Иос Иосиф Все Носился С иконой Иверской Иконы Божьей Матери Мира Текло И вдруг Самого Убили Икону Нигде Не нашли Это Жа Было С То же самое Здесь Рассуждение Всегда Нужно Брать Повыше Немного Я умру И все остальное Какой смысл Умеет Вот здесь Запястье Только стали Говорить Арахи Сразу Я думаю Вот на хистях Совершенно Правильно Другая Подтвердила Видите Как коллеги Привыкли Рассуждать Вот здесь На крещение У нас 7 июля Нынче И едет Сюда Отец Владимир Головин Вот То есть Вас хочет В это Время Быть Кому-то Крещение Может Принять Надо Кому-то Повидаться Поговорить И он Все Добивается Того Чтобы ему Рассказали О создании Общины А ты Говорит Не верится Как это Община Может быть В советское Время Тем более Когда я был Так что Нужны молитвенники Молиться Чтобы он Поехал До Водни Мы Едем Сейчас Утром В субботу На день Деревни Может Кто-то Желает Приехать Это Как день Открытых Дерей Мы Едем Батюшка Я тут Был Вчера Позвонил Митрополиту Сергею Барнаульско-Алтайскому Ну как Владыка Говорит Готовлюсь То есть Намерение У него Есть Но Как Бог Да Видите Какую Тему Избрали Так Этих Вопросов Он Больше Ста Задавали Там Дальше Идут Вопросы Которые Задавали Патриарху России Второму Есть Вопросы Которые Задавали Митрополиту Иларию Этому Кириллу Когда он был Еще Митрополит Теперь Патриарх Точно Так же Вопросы И ответы И Адриану Старообряческому И примерно Процент Ответа Правильно У всех Одинаков Может быть Около Десяти Процентов Полезно Это Считать То и Другое Выводить На Арену Новая Сила Никогда Не спорить Сказал Он Не Принял Значит Сейчас Не Настал Надо Молиться Все Меняется Обстановка Все Ну Вот Так Спасибо Солженицын. А, Солженицын мне не упоминать? Я говорю, ну как он? У него больше трехсот свидетелей только было, когда писал. Говорит, нельзя никак не упоминать. Мы стали говорить, говорю, тише, тише, тише. А вы как смотрите? Ну как на человека много пострадавшего? И у него прямо пророческие дерзновенные слова есть. И рухнул этот голос. Ни одного выстрела. 18 миллионов, как и коммунистов, стояли напротив. И сегодня, опять же, голосуют и добавляют. То же самое, те же беды. Надо глядеть, надо ждать. Пришло время, вышел Михаил Третий по государству. Не поверят. Первый Михаил из рода Романовых. Второй брат родной от Николая Второго натрелся в пользу Михаила. И третий пришел, который все это развалил. Михаил. Никто так Бог переводится. То есть равного Богу нет. Они вот силой такого, неспровергли это все. Конечно, в лихе 90-е, тут друг друга уничтожали. Сейчас не пойдешь. Но, однако, дело уже совершилось. И ностальгировать о том, что остатки как-то зайдут обратно, не знаю. Например, они ничего и не значат, эти девочки, Латва, Литва, Латвия стоили. Такую они роль играют политическую. Есть, которые пытаются поддерживать хорошие связи. Вот через это и видно, кто такие были. И для них все туда были. И заводы, и зарплата выше. А до русских-то здесь ничего не было. А нас теперь боятся. А Россию учитывают на политической арене. Ну, а нам какая от этого польза? Вот эти вопросы. Очень хорошо войти в ту обстановку. Там еще, кажется, что-то так же. Это трата много времени, вот я отвечал. Это не раз-два. А оно вплотную рядом было. Они считали это дело. И Господь показал мне сверение. Вот так. Инотий Иванович, особенно вот, когда вы написали «Падет КПСС». Помните? Это 80-й год еще был. Я как раз в тюрьме был. И по стихотворению это размножил. Меня вызвал РОР. РОР – это режимно-оперативный работник. Самый такой суровый. Бражников. Это вы написали, подполковник. А куда делись это? Я говорю, да. Мы вас знаем. Вы никогда не выйдете отсюда. Я промолчал. Потом говорю, да, в Библии сказано, что преклонится пред ним всякая колена небесных, земных и преисподних. И падет КПСС в аккордах радуги Иудина колена. Христос воскрес, воистину воскрес. Еще в Библии написано, так я говорю, да, посидел. Ну, наверное, так и будет. Вот тебе на коммунист. Это я написал, а на Пасху в 80-м году сидел первый раз. Во славу Божию, да. А Виктор Савченко добавил, теперь мы поем «Незвергло Рим» и «Пал КПСС». Не знаю. У нас такое сокровище везде. Я сам иногда загляну в книги. Вот сегодня тоже выписывают там одни полностью весь комплект. Заранее знать, сколько весит. В Америку только что отправили в воскресенье. Две большие коробки из дома мы принесли. Даже еще там место оставалось. Книги кончаются. Еще в Кристином Православии есть. Можно и по одному взять. Тогда еще все остальное, некоторых тамок уже нет. Не забывайте, у меня есть кое-что тут. Ну да. А у тебя 30-го тома нету? Есть. Сколько? Посчитай. 29-30-й. Хорошо. Дело в том, что когда тут начал я оставлять что-то, остановить все-все раздавито. За эти поездки только мы 650 экземпляров. А везде только тысячи экземпляров было. Вот считай, 650 и сотню здесь почти раздвумят, и еще не остается. Охота хоть что-то продать. Посмотри, как охота, кажется, детишка на молочишко. Ну, видно будет. Понятно, что там. Вот так. Господь благословил. Вот сейчас считаю стихотворение свое, интересно. Вот как будто первый раз вижу. Умышленно отошел. Сильно хотелось писать. Прямо писал. И вдруг сказал себе, хватит. И постепенно подсохло так. Старая стихи, да еще считая. А новая, как будто это не я писал. Такое впечатление. И везде так вот. Я вовремя отходил, вот отошел от проповеди. Ты знаешь сам, что утром две проповеди, вечером две говорил. И вдруг раз, бац, отошел, и все. Только когда где-то далеко, далеко, там в Грузии, в Португалии, там в Москве, там я уже переодеваюсь. Стихать, там проповедование. Это ответы очень хорошие еще дают. Дальше там увидим, кто совсем прям не худышный. Особенно от патриарха сейчас нападает. Он сказал, мусульман выступал где-то и говорит, у нас наш Бог, и ваш Бог, это один Бог. И вот сразу в еретики записали. Игнативич, особенно вот последнее, когда Шахматов приезжал, и вы ему показывали стихи. И вот эти стихи, напротив которого, каждой строчке стоит место священного писания. Причем если эту строчку прочитать, это практически дословно, из Слова Божьего взято. И он так смотрит, и вы показываете, вот видишь, он, да, 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 я понимаю, я понимаю. Я думаю, чё ты понимаешь, Шахмата? Ты ничего не понял. Это девять четверостищей, девять штук. И по каждой строчке место писания. Я попытался что-то такое изобрести, думаю, я тоже писание вроде знаю. А ну-ка попробую хотя бы два, хотя бы два предложения вместе свести. Я не знаю, как вы написали, только Духом Святым. Я знаю, 36 раз надо открыть Библию, чтобы понять, откуда и что. Вот Бог так сделал, я ничего своим не признаю. Самое-то непонятное, что это семь пащек по 500 листов, семь пащек, которые подаются, и все исписаны отверху до низу карандашом, и ни одной по марке нету. То есть с чистого листа, как будто писал. Так не бывает, это все знают. Он к Пушкину десятки раз зачеркивает слово, походит, другое кажется сильнее. А здесь нету, в готовом виде. Я сейчас смотрю, мог бы замену какую-то дать? Нет. Я просто задний ход даю. И почему Господь? Вот так он близок. Мне сегодня пришлось беседовать с такими людьми, новыми, может быть, приедут потеряя, потому что на один раз где-то в деревне. Женщины в сережках, в брюках, потому что на велосипеде. Ну, давай я их убеждать. У нас около храма стол стоит, на той стороне. Я их посадил, к каждому сорвал репей, положил, говорю, вот это вот, считаю, ложкой. А вот это там посуда ты черпаешь. И так, на кусочек хлеба надо ставить, ложку нести, чтобы не эти, которые написали нам там, как что делать. Правильно не наклоняйтесь, а то пол бы ложкой. И так это быстро у нас получилось. Я думал, сильно будет сопротивляться снять с нее эти, сережки. Никак. Ну, дескать, что тут особенного, я тогда, давай-ка почитаем пророку Исаию, третья глава. И она взяла, начала читать, и вот пишет. Это же не мои слова. А вы заметили, это Головин, когда в беседе с шахматовым, то он сказал, вот мне, говорит, интересно, вот у них община, а вот, ну, он пока, говорит, живой еще, Игнатих, А вот если не будет-то, то как вот община-то это будет держаться? Будет, не будет? Как это, говорит, вообще он общину сделал? А шахматов здесь был и ничего не понял. Ничего. Вместо убитого Степана пришел апостол Павел. И тоже никто ничего не говорил. А как там будут иудеи обращаться? Насчет убитого это прям пророчество какое-то, да? А вы знаете, какая беда случилась тут на трассе из Барнаула в Бийск? Нет. Там лес горел и сильная задымленность. Ну, ехала одна женщина, ей 36 лет, Юлия звать там, фамилия, все указано. Ну, она маленько из дыма-то выехала, и горит-то. И она остановила машину и вышла посмотреть, у нее сзади сидели тумы и ребятишек. Зачем она вышла, тоже непонятно. Ну, видимо, нельзя было по-другому-то. Она только вышла, и в это время из дыма вылетает фура. Вот это, блин, долгуша. Длинная машина, она там тонн, наверное, по 20 больше берет. Она ничего не могла, мать, сделать. Она побежала навстречу машине, машет руками, а он там из дыма вылетел, он ее даже не видел. Но видел, он увидел уже в последний момент. Он левым передним колесом проехал по ней. А тормоза-то, да, тормоза-то гонит, машина-то здорово шла. Как так? В дыму не видно, и так машина шла. И она дальше попадает под заднее колесо, и он ее льет на куски, наматывает, с колеса там соскабливать надо. Мгновенно. Но дальше он прокатился и машину клюнул. Там четыре машины друг на друга залезут. Но ребятишки только от удара там немножко атак взяла. То есть мать своей жизнью защитила их, и по-другому никак. Если бы, дескать, она не вышла, погибли бы все. Зачем она тут остановилась? Тут теперь что-нибудь щапкает-то? Ну, вот так. И прямо заголовок такой мать героини. Пусть молится уже сорок минут. Давайте, назначайте молящегося. Благословим Господь, что не пристаю в овете веков. Аминь. Ангел Вапиаши благодатнее, чистая Дева, радуйся. Ипаки реку радуйся. Твой Сын воскресет в ледневе над гробом. И вертвы я возбегну и люди веселитесь. Святейся, святейся, Новый Иерусалим и слава Бога Господня на тебе восья. Бегуй ныне и веселись о Сионе. Ты же чистая проснуйся, Богородице. Останье Рождества Твоего. Благодарим Тебя, Господи, за великие милости Твои явленные нам. Слава Тебе, Господь, за этот дар веры, который даруешь Твою. Благодарим Тебя, Господи, что выбрал Ты нас для того, чтобы можно было спастись нам от этих бед страшных. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое Святое, с которым можно идти по жизни не спрашивать ничего. За страх Твой, Господи, благодарим Тебя, за этих чат наших, с которыми можно трудиться. Даруй, Господи, мыстинной веры и тех людей, которые не приняли веры Твоей, Святой. Помоги, Господи, даруй им принять Слово Твое, Святое, и идти по жизни. Благословляю Тебя, Господи, Нашего Творца, Тебе слава за все, Отец, и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Аминь. С Богом. Игнать тихо, ночь.